Так, Рустам, приветствую, добрый вечер. Сейчас у меня буквально через час-два вебинар, и я хочу просто с вами пообщаться как с человеком, который уже около двух месяцев использует систему Roboforex. Мы с вами начинали, по-моему, с Roboforex, а потом перешли на личный коучинг. Как-то так было, да? Вы сразу покупали коучинг? Нет, я сразу покупал коучинг. А, сразу коучинг. Хорошо, значит, это мы находимся внутри вашего счета, и насколько я помню, с какого вы говорите числа, мы где-то с конца… Ну, 25 октября я начал заводить депозит, деньги заливать туда, и с 27 числа я уже начал торговать. Так, 25 и 10, ну, в общем-то, здесь эта выборка стоит, вот 25 и 10, да? На данный момент у нас с вами все позиции закрыты. Можете показать мне J4x свой? Да, конечно, сейчас. Да, и equity, вот equity внизу у нас 11702, да, со всеми позициями закрытыми. А заводили вы сколько? Ну, я заводил сначала 5, потом до 8, и потом до 11, и сейчас я покажу сколько. Ну, это вы сделали буквально в первый месяц, то есть, я насколько понимаю, вы увидели, что все работает, что прибыль идет, и решили не терять времени, да? Да. Ну, вот смотрите, тут можно по цифрам посмотреть. Я сначала завел 5 тысяч, это в первых 2 дня, вот, поторговал немного, посмотрел, что все работает, и уже через месяц я залил еще 3 тысячи. А какие были у вас, то есть, мы заработали, грубо говоря, ну, сложно посчитать, что, но на данный момент с первых, где-то в районе 600 с чем-то долларов, да, сколько она нам тут показывает, 11701 минус… Вы за какой период ходите? За весь. А, за весь период, за весь период порядка 750 долларов работал. 750 где-то, да? Понятно, хорошо. Ну, в принципе, самое главное, что у вас спокойная, нормальная, стабильная статистика. Расскажите первые впечатления, которые были вот на протяжении первой недели, может быть, второй, что вы ожидали и что в результате, вот именно по ощущениям использования системы. Ну, во-первых, да… Были какие-то опасения вначале? Вот, и зная, что такое эмоции и все, что с этим связано, чтобы быстрее выходить из делок и работа со стоп-лоссами. Что, когда они вырубаются, это, как бы, очень серьезное напряжение. Эмоциональное напряжение, да. Конечно. Испытал такие же напряжения, потому что к цифрам непривычно, когда, ну, идет в минус, да, против стащиков и нету стопов. Вот, и сколько это может продолжаться, но каким-то чудным образом разворачивается в мою сторону все и закрывается в плюс. И все первые впечатления были, когда просто торгуешь стопами, ты всегда закрываешь в плюс. Вот. А здесь можно закрывать и в минус. Главное, чтобы общая прибыль была в плюс. Общая прибыль по дню. Ну, это то, что я реально рекомендую в этой системе делать. Чем мы отличаемся, что, как бы, я не использую стоп именно по каждой конкретной сделке, но как только мы видим плюс дня, текущий плюс дня, который нас устраивает в процентном соотношении, да, мы, собственно, я рекомендую просто закрывать этот плюс, а потом переоткрывать сами позиции. Сколько времени сейчас у вас занимает трейдинг и вообще, как вы торгуете, с утра, днем, вечером, вообще сам процесс как происходит. Можете показать, в принципе, на примере таймора свои, даже сейчас прям. Даже позиции закрыты, ну, давайте просто покажем, как это хоть примерно делается, да. То есть, вот ваша таймора, она сейчас включена, выключена? А, она включена, но позиции открыты. А, покажите. Я просто выключил все позиции, а таймора, она на холостом ходе работает, я просто для себя динамику смотрю. А, вы используете таймора еще и для того, чтобы смотреть, что происходит в рынке без подключения, да? Да. Да, да, да. Все верно. Ага. Это зачем делается? Смотрите, просто систему в системе делаю для себя, адаптирую ее. Вот. А, иногда в течение дня бывают какие-то волатильности сильные, эти новости. Ага. Вот. И у меня есть возможность на мобильном приложении отслеживать эти новости. То есть, я вижу, когда идет всплеск в мою сторону, я вижу, что там, например, плюс 100 у меня уже на счету, я сразу закрываю все сделки. Да. То есть, вы смотрите через свой смартфон, подключившись к дукоскопе, да, вы смотрите через их приложение свой реальный счет. И если вы видите нужную цифру, которая вас устраивает по плюсу, вы ее закрываете просто тупо через смартфон, даже не находясь за компьютером, да? Да, все верно. То есть, мне так проще для меня и спокойнее, чтобы не ждать. Я практиковал вот так, утром открыл, вечером посмотрел, но я вижу по графикам, что шли хорошие колебания. Я мог закрываться. Вы могли больше заработать, я понял. Все верно, да. И поэтому я для себя принял решение, что я в течение дня там новости отслеживаю, смотрю, какие списки могут быть. И через этим открыл терминал, посмотрел там новости, если в мою сторону пошло, быстренько закрылся. Плюс закрыл приложение, домой пришел потом, перезакрыл, переоткрылся и все, пошли опять наборы. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, в принципе, это правильный вариант тоже. Почему? Потому что, во-первых, все-таки все под контролем на протяжении всего дня. Основная профессия у вас же не трейдер, я так понимаю, правильно? То есть, это не занимает у вас немного времени, не отвлекаетесь эмоционально никаких сил. Фактически, вы смотрите, когда выгоднее закрыть плюс, да? Сейчас уже нет. Вот первая неделя-две, наверное, еще, когда я привыкал, эмоциональная была. Потому что я не был еще уверен в системе, что она сейчас представляла. То есть, я контролировал больше. Сейчас я уже спокойнее. Даже вот у меня были просадки, там, минус тысяча, да, была. Но потом, опять же, каким-то чудным образом это все превратилось в плюс 300. Ну, как-то вот так вот, да, случилось. Ну, этот, Раста, вот этот чудный образ, это, в общем-то, работа системы, работа рынка. И, в общем-то, то, к чему мы пришли, то, к чему я за 10 лет пришел, что для того, чтобы это чудным образом переходило в плюс, в целом система должна настроена быть правильно. В частности, вы же не высчитываете входной лады, вы просто нажимаете на кнопку «включить стратегии» и понеслась, правильно? Ну, все верно. Ну, просто это для вас уже как… Да, да, я понимаю. А я же еще присматриваюсь, поэтому я вот эмоции свои сейчас пытаюсь передать, что вот, ну, я наблюдал, да. И сейчас я понимаю, что, ну, да, если даже минус просадка, все равно с каким-то течением времени этот минус перейдет в плюс. Безусловно. Либо в ноль. Лучше закрыто в ноль, чем в минус, да. Ну, это уже нюансы, о которых мы говорим, но две системы, я понял. Хорошо, значит, ну, что могу сказать. Вопрос такой, можете ли вы просто посоветовать людям, которые боятся того, что такое Форекс. Да, кстати, мы же с вами открывались, насколько я помню, сразу же на Дукаскопе швейцарское отделение, правильно? Да, все верно. Вы переводили, каким образом это было, с карты пополнение или как? Да, пополнение с карты. Я смотрел различные другие варианты, но с карты самая быстрая. То есть вы просто зашли на свой счет, да, заполнили сумму, которую нужно было пополнить, и оно списалось у вас с карты валютной, правильно? Да, все верно. Поддержка Дукаскопе, все в порядке, никаких вопросов? Да, все оперативно, все хорошо, но тут все интуитивно понятно, поэтому… Да, сам терминал нет. Я не первый раз, да, торгую, поэтому мне еще проще было разобраться. Вот по сравнению с тем, что вы делали раньше, можете ли вы как бы просто, ну, от души, от сердца, я не как продавец системы, просто как человек спрашиваю, можете ли вы это посоветовать знакомым друзьям с точки зрения того, что вот если у вас есть свободная сумма, она там, грубо говоря, тупо лежит, да, вот, и вы боитесь ее в банк отнести, советский, русский, насколько сложно для человека войти в эту систему и зарабатывать? Вот если вы по вашей схеме, будет ли это просто? Ну, во-первых, если смотреть вот про банк, про простой, да, альтернатива депозиту, то, естественно, тут даже в самые плохие дни тут будет больше, чем в депозите. Это раз. Второе – это Швейцарский банк, это два. Вот. В плане сложности, сложности ничего нету, просто вот присмотреться, перебороть свою психологию, что надо закрывать там и минусовые сделки, главное, что будет плюс. И не бояться этих просадок, потому что они все равно выйдут, плюсы отыграют. Вот и… Да, ну, после просадок, просадка мы говорим о том, что эта тысяча просадки у вас была на депозите в десятку, правильно? Да, да, да. Это небольшая просадка для депозита, тем более, что для нас это не просадка, а это с учетом системы, это наша, скажем так, насколько я тогда еще вам рассказывал, что для нас лучший вариант – это когда активное движение против нас, да? Зная, как усредняться, то, о чем мы говорим, по максимумам, минимумам и так далее, зная, как использовать equity. Кстати, то, что я постоянно говорю насчет деньги и equity, время equity, сейчас уже должно понятно быть, да, что основное внимание нужно сразу же обращать на equity. Какой процент equity в основном в работе вот вы используете от суммы депозита? Я понял, но я за этим свяжу, вот, переход, самый болезненный – это переход через выходные, максимально у меня было 30%, максимально. Это самый тяжелый случай был, да? Да, это как раз когда у меня минус 1000 было. А в среднем ежедневно где-то сколько процентов? Ежедневно он открывает где-то порядка 7 сделок, ну это вот 7-9%. 7-10%, да? Ну, я так и рекомендую, тоже сейчас ребята открылись, что старайтесь так, не превышать десятку. Честно скажем, что даже 30% equity львиная доля трейдеров регулярно использует гораздо более высокий процент, но с учетом того, что от этого зависит, собственно, наше от использования equity правильного и перехода именно с выходных, когда сокращает, в общем-то, ваше плечо в три раза, да, зависит наша безопасность прежде всего, то я рекомендую вам и придерживаться этого всего дела. То есть стараться, ну, не переигрывать. Мы могли, мы можем зарабатывать в два раза больше. Я могу сейчас поставить не один процент открытия депозита, а два, и ваши цифры сразу же в два раза увеличатся. Но я специально этого не делаю, хотя бы месяца, может быть, три-четыре, пока вот эти эмоциональные у вас, да, всплески, связанные с тем, что вы видите какие-то цифры перед глазами не исчезнут совсем, что вы будете, ну, наверное, сто процентов уверен, что все окей будет в любом случае, то тогда уже мы просто можем вам этот процент входного лота увеличить в два раза, и машина сама будет автоматически высчитывать. Хорошо. То есть, в принципе, друзьям, знакомым рекомендовать можно, да? Да, конечно. И это я буду делать. Просто должен же какое-то переутрение произойти. У меня прошло там два месяца, и я уже, да, все больше и больше уверен в этой системе. Почти два месяца, да. Давайте месяцок вы еще спокойно погоняете, а уже с нового года будем привлекать людей, у которых есть эти цифры. И, кстати, намного ведь как-то спокойнее и выгоднее работать с депозитом в десятку, чем в пятерку, правда? Да, да. Ну, то есть, я уже не загоняю, что вот там, вот у меня минус тысяча была, ну, непросадка, ну, позиции ушли против меня, да, и я особо не пережал, потому что где тысяча, то есть, я даже просчитывал, если там уйдет еще на 200 типсов вниз там и так далее, и то у меня там очень большой запас получится. Поэтому лучше, конечно, чем больше депозит, тем лучше, и чем больше депозит, тем больше будет потенциальная прибыль. Тут тоже это взаимосвязанные вещи. Понял. Хорошо, мы будем заканчивать на этом небольшое такое наше интервью. Я признателен вам за то, что вы помогаете мне немножко в популяризации этого всего дела, потому что я десять лет этим всем делом занимаюсь, наконец-то у нас получилось создать то, что мы хотели. То есть, как бы, было же вопрос не в том, чтобы создать таймуру ради того, чтобы создать таймуру. Надо было сделать так, чтобы все работало максимально просто для человека, чтобы была какая-то одна вот эта волшебная кнопка, на которую он мог бы нажать и дальше не париться. Практически мы подошли очень вплотную. Я мог бы сделать даже так, чтобы вы вообще не смотрели, поставить полные автоматы. То есть, фактически сейчас полуавтомат, в чем он заключается, что вы нажимаете на кнопку, она автоматически высчитывает входной лот, открывает позиции, находит там паттерны и так далее. А закрываете, плюс вы по своей, по своему видению. Ну, например, как вы говорите, увидел 100 баксов, закрыл, да? То есть, это такое. Я могу сделать, чтобы она полностью автоматически работала, но тогда все-таки мне придется делать какие-то дополнительные вещи и, самое главное, все счета будут одинаковыми. А мне бы хотелось, чтобы все-таки вот этот вот фактор, который у каждого по-разному влияет, например, кто когда посмотрел, да? Вот вы могли закрыть 100, могли закрыть там 20 прибыли, да? Если бы посмотрели. Хотя в машине тоже стоит там, у нас с вами установлено, да? Что если стратегия достигает такой-то цифры, все закрыть автоматически, да? Но, тем не менее, вот этот фактор, который вносит человек, когда уже просто следит за открытыми позициями, он немножко и вас воспитывает как трейдера, дисциплинирует. И самое главное, вы чувствуете рынок. А это не просто автомат, который все, одна кнопка, все само делает и вы в результате не понимаете, что, чего, куда и как. В конечном итоге здесь вы больше трейдер, чем, ну, совсем уж на одной кнопке, да? Поэтому я пока оставляю такой полуавтомат, начинаем с автомата и ручками просто закрываем потом. Сегодня я хотел показать именно, что все у вас позиции закрыты, чтобы мы увидели, что да, это дельта плюсовая в любом случае за это время. Ну, грубо говоря, там почти 700 долларов за два месяца, но для новичка это не такие маленькие деньги, согласитесь, да? Ну да, вполне нормально. Собственно, слава богу. С учетом того, что я трачу не так много времени на это дело. Хорошо, я понял. Ну, еще раз спасибо за интервью и хорошего вечера. До связи, будем уже дальше сотрудничать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok